Итак, уважаемая, перед вами, собственно, тема моей сегодняшней лекции. Когда я, собственно, собирался сюда на курилку Гутенберга, я думал, ну вот тему какую-то я заявил, такую из разряда капитан-очевидность, да, то есть казалось бы, что тут рассказывать о Нобелевской премии по литературе, да, поскольку, я думаю, все равно у каждого есть свое какое-то мнение, каждый год ее присуждают, и каждый год мы свои какие-то упреки в адрес Нобелевского комитета, да, вот подобно Александру Александровичу, который каждый раз говорит, да, опять гады Умберта, их они присудили, да, у нас есть всегда свои какие-то определенные предикты, да, поскольку Нобелевская премия это что-то вот такое вроде бы очевидное, уж казалось бы, по литературе, тут все эксперты, все в этом разбираются. Но, как мне кажется, есть все равно какие-то нюансы, какие-то детали, которые чем больше в этом копаешь, начинаешь понимать, что знаем мы об этом далеко не все. И когда я попытался себе вот так вот представить взгляд человека, который ничего не знает о Нобелевской премии по литературе, я начал задавать самому себе вопросы и решил, что, наверное, я так, собственно, лекцию свою построю в форме вопросов самому себе, да, на которые я сам же и буду отвечать, да, предваряя, может быть, какие-то ваши вопросы, а может быть, стимулируя к тому, чтобы вы какие-то свои вопросы сгенерировали. И, в общем, собственно, решил построить, я увидел вот такого катехизиса своеобразного, да, то есть Нобелевская премия по литературе в вопросах и ответах. Ну, во-первых, конечно, самый сакраментальный вопрос, естественно, Нобелевская премия по литературе, что это? И ответ, казалось бы, очевиден, что Нобелевская премия по литературе – это литературная премия, раз она дается в этой сфере, да, за определенные какие-то художественные достижения в области художественной словесности. Но почему я, собственно, поставил на презентацию знак вопроса, да, потому что сейчас мы будем разбираться и, я надеюсь, в конце, собственно, моей лекции выясним, что далеко все не так очевидно, как кажется, да, и Нобелевская премия по литературе может быть вовсе и не литературная премия в полном смысле этого слова. Отсюда может быть как раз и придирки нашей недовольства решениями Нобелевского комитета и шведской академии. Нобелевская премия по литературе. Это одна из пяти наград, учрежденных в соответствии с завещанием знаменитого химика шведского, изобретателя динамита, чего на нем больше всего и знают, Альфреда Нобеля, завещанием, которое было представлено в 1895 году, вернее подписанным в 1895 году была, последняя редакция была обнародована в 1897, и вручение первых премий состоялось уже в 1901 году. Ежегодно с 1901 года Нобелевская премия по литературе вручается практически без сбоев, за небольшими исключениями. Несколько раз она не вручалась, это 1914-18 годы, я думаю, понятно, начало Первой мировой войны, завершающая ее фаза, в этой ситуации, очевидно, было трудно, построить инфраструктуру номинирования на премию таким образом, чтобы не было каких-то белых пятен, пробелов и так далее, присуждения решили отказаться. В 1935 году премия по литературе также не вручалась, в отличие, кстати, от остальных Нобелевских премий, которые в 1935 году вручались. И, собственно, Вторая мировая война, 1940-1943 годы, это тоже годы, когда Нобелевская премия по литературе не вручалась. В остальном, собственно, Нобелевская премия по литературе вручается ежегодно. За 115 лет своего существования лауреатами стали 112 писателей. Собственно, математики скажут, что здесь есть какая-то неувязка. Неувязка состоит в том, что четыре раза Нобелевская премия по литературе вручалась одновременно двум писателям, то есть сразу два человека получали Нобелевскую премию по литературе. То есть для Нобелевской премии, скажем, в области физики или химии, очень часто награждение коллектива ученых или нескольких людей является вполне закономерным. В литературе в таких случаях всего четыре, и тут только два лауреата. Ну, очевидно, вот сами члены Нобелевского комитета, в частности, бывший секретарь шведской академии Андерс Эстерлинг так это объясняет, что литература это что-то очень такое уникальное, индивидуальное, и найти людей, которые были бы схожи в каких-то своих достижениях, в том, чтобы их объединить в качестве лауреатов, достаточно сложно, поэтому литературу предпочитают, соответственно, поощрять именно индивидуально за достижения каждого отдельного писателя. В том, чтобы разобраться, что же такое Нобелевская премия по литературе, конечно, мы должны обратиться к самому первоисточнику, к завещанию Альфреда Нобеля, в котором обозначены ее основные параметры. Вот одна из редакций завещания Нобеля перед вами на экране. Я сделал такую выжимку из этого завещания, взял только такой самый существенный фрагмент, который связан именно с самим регламентом присуждения премии. Указанные доходы следует разделить на пять равных частей, которые должны распределяться следующим образом. Первая часть тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики. Вторая, тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии. Третья, тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии и медицины. Четвертая, создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности. Я выделил специально курсивом то, что относится к Нобелевской премии по литературе. Пятое, тому, кто внесет в несомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий. или в развитии мирных инициатив. Премии в области физики и химии должны присуждаться Шведской Королевской Академии Наук, по физиологии и медицине Королевским Карпинским Институтом в Стокгольме, по литературе Шведской Академии в Стокгольме, премия мира комитетом из пяти человек, который должен быть назначен норвежским сторкингом, это норвежский парламент. Мое непременное требование заключается в том, чтобы при присуждении премии никакого значения не имели национальность претендента и ее получали самые достойные, независимо от того, скандинавы они или нет. Альфред Нобел посчитал, нужно сделать обязательно вот эту приписку, что лауреат не должен отсеиваться по национальному призму. Теперь обратимся, собственно, к той части формулировки, которая касается Нобелевской премии по литературе. Попытаемся выделить какие-то критерии, которые были обозначены уже самим ее создателем. Итак, я специально, собственно, расставил цифры там, где заканчивается, на мой взгляд, определенное какое-то существенное смысловое поле. Выделив тем самым пять критериев, которые, по сути, сформулировал сам Альфред Нобел в своем завещании. В том фрагменте, который я ацетировал, собственно, небольшая часть была обрезана. И выше Альфред Нобел говорил, что все премии, независимо от того, по литературе, физике, химии, должны достаться тому, кто в течение предшествующего года принес наибольшую пользу человечеству. И дальше. Создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности, чтобы при присуждении премии никакого значения не имело национальности. Об этом мы уже говорили. Теперь попробуем разобраться, что это, собственно, за критерий, который, по сути, сформулировал сам Альфред Нобел. Первый критерий. То есть тот, кто в течение предшествующего года создал что-то значительное. Достаточно сразу учреждениям-наделителям стало понятно, что этот критерий невозможно реализовать на практике. То есть такую вещь, которая бы действительно сыграла огромную роль в значении всего человечества, в физике, в химии и так далее, в течение года создать невозможно. Люди работают над этим годами. И, в принципе, в литературе Нобелевский комитет тоже сразу принял решение присуждать премию за совокупность заслуг. Но я к этому еще вернусь. Но этот критерий трансформировался в следующее правило. Нобелевская премия достается только ныне здравствующему, живому кандидату, то есть человеку, который живет сейчас. Тогда, если бы этот критерий не принимать во внимание, следовало бы дать Нобелевскую премию по литературе Гомеру, Шекспиру, Сервантесу и так далее. Чтобы этого избежать, был введен вот такой критерий. Но есть одно исключение. В, собственно, премиях по литературе есть одно исключение. Это Эрик Карлфель, бывший секретарь шведской академии. На тот момент он был, кстати, ее секретарем. И неоднократно он номинировался на эту премию, но отказывался как раз из этических соображений. Он говорил, я секретарь шведской академии, если я получу Нобелевскую премию, в мой адрес, конечно, полетит множество упреков и так далее. И в 1931 году, уже будучи тяжелобольным, все-таки он дал согласие на просьбу своих коллег номинировать его кандидатуру. И, собственно, когда в 1931 году он скончался, он не дождался уже вручения премии, она была вручена посмертно его родственникам. И, собственно, сами номинаторы на премию мотивировали свое решение следующим образом. Они сказали, что раз человек номинировался при жизни, он имеет право получить награду даже посмертно. Но это единственный случай. Второй критерий. Тот, кто создат какое-то наиболее значимое произведение в области литературы. Это наиболее существенный критерий. Но как его определять? Что является какой-то действительно значимой вещью, каким-то значимым феноменом, тем более, что значимость этого мы можем осознать далеко не сразу и не сейчас. И каждый понимает этот критерий, наверное, по-своему. Человеческая академия тоже меняет свои представления. Если мы проанализируем формулу присуждения, то увидим, что некоторым писателям давали Нобелевскую премию по литературе за значительный вклад в гуманизм. Кому-то давали за то, что они вписываются в определенные традиции, национальные традиции, литературоведческие традиции и так далее. Кому-то давали за их новаторство, наоборот, за то, что они такие большие первопроходцы, пионеры и, наоборот, совершают что-то абсолютно до них не сделанное, не виданное и так далее. И тому подобное. То есть критерий, вот этот второй, максимально широко понимается в шведской академии. Третий критерий, да, как я уже сказал, соответственно, не за конкретное произведение дается Нобелевская премия по литературе, а за совокупность заслуг, поскольку действительно вот тот весомый вклад в развитие человечества, который должен быть, соответственно, поощрен по завещанию Нобеля, да, осознать не просто за какое-то отдельное произведение. И, тем не менее, есть исключения. Есть девять случаев, когда Нобелевская премия по литературе доставалась за конкретное произведение, это прописано в формуле присуждения, да. Это Теодор Момзен, второй лауреат Нобелевской премии по литературе в 1902 году он получил эту премию за свой нелитературный труд, как попрошу заметить, за свою фундаментальную историю Рима, да, то есть он историк. Карл Шпиттеллер за свой знаменитый эпос «Олимпийская весна», Кнут Гамсун, знаменитый норвежский писатель, получил за роман «Соки земли» или «Плоды земли», как его еще переводят. Реймонд, польский писатель, получил за эпос «Мужики». Томас Манн получил за роман «Бутенброки», причем он даже немножко был оскорблен этой премией, потому что премия ему досталась уже в конце 20-х годов, когда был написан знаменитый его роман «Волшебная гора». И он говорит, почему мне присуждают за «Бутенброки», написанный аж в начале века, да, когда уже, собственно, я создал гораздо более значимое произведение. «Джунгл Суорси» за сагу о Форсайках, Роже Мартен Дюгар за свою знаменитую семейную сагу «Семья Тибо», Эрнест Хемингуэй, попрошу заметить, за новеллу «Старик и море», да, коротенькое произведение, несколько десятков страниц, да, которое, как оказалось, для шведской академии перекрыло все его предыдущие таланты. Михаил Шолохов, прямо произведение в формуле присуждения не называется, но там говорится что-то вроде эпоса «Донском казачестве», то есть понятно, что это «Тихий дом». Четвертый критерий, наиболее спорный, да, вот, собственно, когда Нобель заканчивал в своем завещании ту часть, которая касается премии по литературе, да, он говорит тому, кто создаст наиболее значимое произведение в идеалистическом направлении, да, в оригинале там звучит слово «идеалист», да, соответственно, несколько специалистов исследовали саму, сам текст завещания Нобеля в разных его редакциях с точки зрения графологической, текстологической, пришли к выводу, что Нобель несколько раз исправлял это слово, да, и, собственно, в оригинале было написано «идеалира», нет такого слова в шведском языке, да, есть слово «идеалист», да, есть слово «идеализера», да, то есть идеальный, идеалистический, идеализированный, то есть что вкладывал в это понятие, это сам Нобель, очевидно, было ему самому не до конца ясно, но, к сожалению, этот критерий стал одним из наиболее, ну, я бы сказал, не очень честно используемых на этапе ранней истории премии, да, то есть во время ее первого существования, там, первые десятилетия, когда у власти стоял очень такой деспотичный, энергичный глава Нобелевского комитета по совместительству секретарь шведской академии Карл Давидов Версен, я еще о нем расскажу чуть позже, он использовал этот критерий для отсева тех потенциальных кандидатов, которые, как ему казалось, не подходят под определение высокого идеализма, да, это те люди, которые, как он считал, копаются в грязном белье, занимаются какими-то мелкотравчатыми проблемами, которые действительно нас не поднимают над действительностью, он, наоборот, отпускает ее лицом в грязь, да, и на основании этого критерия он отбраковал кандидатуры Эмиля Золя, Хенрика Ипсона, Льва Николаевича Толстого и так далее, то есть именно вот этот критерий, да, послужил таким своеобразным фильтром, и впоследствии от него решено было отказаться, сегодня, соответственно, в формулах присуждения этот критерий практически не звучит, но в более чем 20 формулах присуждения он присутствует в тех или иных вариациях. И, наконец, последний критерий, это вне национальных характер, да, вот та приписка, которую Альфред Нобель делает в конце завещания, да, что вне зависимости от национальности должна доставаться Нобелевская премия. Этот критерий соблюдается не до конца, очень многие критики Нобелевской премии замечают, да, что в Нобелевском списке из вот этих вот 112 лауреатов преобладающее количество все-таки европейцев, да, то есть порядка 80 европейцев, причем из них 15 скандинавов, по-прочему, заметить, да, то есть 7 шведских писателей, 3 норвежца, 3 датчанина, 1 исландец и 1 финн, если мы Финлядию тоже к скандинавским странам причислим, да, то есть, конечно, если сравнить скандинавских писателей, вот их, получается, вклад, вот это великое дело, которое обозначает Нобель, то получается, что они сделали чуть не больше, чем все остальные, да, и здесь тоже звучат некие упреки в адрес шведской академии, что вот скандинавам дают чаще, чем кому-то не было, а вот что касается лауреатов неевропейцев, то есть значительно меньше в Нобелевском списке, но мы еще это с вами увидим чуть позже. Теперь, что касается того, кто же, собственно, стоял у истоков премии, ну, понятно, в первую очередь, естественно, Альфред Нобелев, да, то есть без него Нобелевская премия не состоялась. По каким причинам он решил, собственно, создать Нобелевские премии, это отдельный вопрос, и на этот вопрос отвечают многие биографы Альфреда Нобеля и защитники его личности, и наоборот, те, кто бросает ему массу различных упреков в его адрес, да, но так или иначе, да, собственно, под конец жизни Альфред Нобель решил пожертвовать свое многомиллионное состояние на создание премий в области науки и вот в частности в области литературы. И при этом многие забывают, что Альфред Нобель был не только талантливым изобретателем, предпринимателем и, в первую очередь, ученым, но и, в принципе, писателем-любителем, да. В частности, в 1896 году он написал драму «Немезида». Это историческая драма, такая в лучших традициях романтизма, лучшая пора, которая прошла уже далеко к тому моменту, когда была эта драма написана. В частности, Стринберг, который видел текст этой пьесы еще на этапе ее написания, говорил, что вещь сильная, но, к сожалению, уже сильно запоздалая, да, по времени. И Нобеля, конечно, как писателя рассматривали как дилетант, как в первую очередь, да, но он и не пытался быть писателем, свою пьесу он не старался нигде поставить и нигде публиковать, и он, собственно, к литературе относился именно как любитель, как чекатель, да, и именно, наверное, поэтому решил, что она тоже должна быть в ряду тех премий, которые следует поощрить. Но, собственно, не было бы Нобелевской премии по литературе, осмелюсь это заметить, без еще как минимум трех людей, да. Во-первых, это Рагнер Сульман, это бравая рука, можно сказать, Альфреда Нобеля, да, это его ассистент, который ему помогал последние годы в его научных открытиях и выступил душеприказчиком, то есть человеком, который обязался исполнить волю Нобеля, да, вот до последних деталей. Когда Рагнер Сульман за это брался, наверное, он не подозревал, как тяжело это будет сделать, потому что как только завещание было обнародовано, сразу же начались судебные разбирательства, тяжбы, поскольку все многочисленные родственники Нобеля, ну, не все, но многие, да, решили оттяпать какую-то свою часть наследства. Да, они, конечно, были не очень согласны с волей своего знаменитого родственника, да, и в этом контексте Рагнеру Сульману приходилось делать просто нечеловеческие усилия, чтобы все эти тяжбы выиграть, чтобы отстоять волю Нобеля, да, претворить ее в жизнь и так далее, и так далее, и так далее. И в этом предприятии ему помог Рудольф Лиликвист, очень талантливый юрист, да, адвокат, который взялся именно с юридической точки зрения обеспечить этот процесс, и многочисленные судебные и судебные тяжбы были выиграны, хотя какую-то долю все равно родственникам Нобеля удалось таки оттяпать, да, но большая часть его наследия все-таки была переведена в ценные бумаги, как он и завещал, был создан Нобелевский фонд, и первые 30 лет существования этого фонда обязанности его председателя как раз исполнял Рагнар Цульман, да, стараясь сделать так, чтобы завещание Нобеля было осуществлено без придирок на все 100%. Ну и еще без одного человека Нобелевская премия по литературе именно не состоялась бы, да, это тогдашний секретарь шведской академии Карл Давидов Версет. Дело в том, что шведская академия, я еще о ней расскажу чуть подробнее, чуть позже, это учреждение, которое уже существовало на тот момент, да, более чем 150 лет, да, со своими традициями, со своими сложившимися какими-то связями и какими-то внутренними противоречиями, и тут вдруг на них падает вот такой вот в кавычках подарок, да, то есть им предлагают стать, ну, таким верховным судилищем в области мировой литературы, да. Конечно, большая часть академиков воспротивилась, они сказали, мы просто не потянем, да, элементарно даже потому, что мы не владеем таким количеством языков, собственно, на которых могут быть представлены какие-то значимые литературные шедевры, да, но секретарь тогдашней академии, тогдашний секретарь Карл Давидов Версет был личностью очень напористой, энергичной, и ему удалось убедить своих коллег в том, что это действительно сложная задача должна быть взята на их плечи, если не они, то кто, да, поскольку такая почти почтенная миссия просто не может быть провалена, да, из-за своих каких-то комплексов и так далее. В результате было решено, что все-таки Нобелевская премия по литературе будет вручаться в Шведской Академии, она приняла на себя этот тяжкий груз и чем, собственно, занимается до сегодняшнего дня. То есть вот без этих людей Нобелевская премия по литературе не состоялась бы. Теперь, собственно, сакраментальный вопрос, да, кто же присуждает Нобелевскую премию по литературе? Здесь тоже есть очень много всевозможных нюансов, да, мы привыкли к тому, что литературные премии, как правило, присуждаются людьми непосторонними литературы, да, в идеальном варианте это, конечно, должны быть издатели, представители книготорговых сетей, да, критики, литературоведы и так далее, и так далее. То есть все, кто имеет какое-то отношение к литературе. Например, так, собственно, состоит дело с Букеровской премией, да, собственно, в ее присуждении принимают участие представители всех вот этих вот отраслей, связанных с литературным процессом. Что касается Нобелевской премии по литературе, то здесь все не так просто, да. Ну, во-первых, первая такая инстанция, которая заявляет личность человека достойного присуждения Нобелевской премии, это номинаторы, да, это те люди, которые имеют право номинировать того или иного писателя. Их круг ограничен, то есть кто входит в этот круг, я скажу чуть позже, но скажу сразу, что их круг ограничен и далеко не все имеют право номинировать по своему усмотрению и желанию того или иного писателя. Да, то есть если мы сейчас с вами вдруг захотели бы, да, скажем, дать премию Умберта Эка и написали бы просьбу Шведскую Академию, они бы к нам не прислушались. Дальше. Нобелевский комитет. На его плечи ложится основная работа по обработке этих номинаций, даже по, собственно, рассылке открыток, да, которые должны быть возвращены в Нобелевский комитет и, собственно, с предложениями той или иной личности. И Нобелевский комитет это, собственно, та рабочая группа, которая работает над составлением лонг-листов, шорт-листов Нобелевской премии по литературе и так далее. Он состоит из пяти человек, которые избираются из состава шведской академии, то есть это только академики, естественно, он может обновляться каждые три года, причем может обновляться несущественно, то есть могут одного члена заменить, допустим, а могут вообще не заменять никого по своему, собственно, усмотрению. То есть если комитет себя закрепендовал, он может работать долго в таком составе. Но, опять же, Нобелевский комитет не справился бы с той огромной массой литературных произведений, с которыми нужно познакомиться, да, и ничего не упустить, без экспертов, без специалистов. И вот здесь им на помощь приходит Нобелевский институт, который работает в качестве, ну, такого подсобного хозяйства, что ли, да, в качестве вспомогательной организации. Это различные аффилированные, ассоциированные эксперты из разных академий, различных университетов, чаще всего Скандинавы, естественно, которые составляют свои авторитетные экспертные заключения по просьбе Нобелевского комитета. То есть Нобелевский комитет направляет запрос, ну, вот, например, в начале 20 века, да, такой личностью, которая отвечала, скажем, за русскую литературу, был шведский литературовед Антон Карлгрэд. И к нему обращались, в частности, за тем, чтобы он составил экспертное заключение как раз на Бунина, на Шмелева, на множество других писателей-эмигрантов, соответственно, которых эмигрантская общественность пыталась номинировать на Нобелевскую премию по литературе, на Мережковского и так далее. Да, именно экспертное заключение Карлгрэда, в первую очередь принимали за внимание, хотя не только. Нобелевский институт не обошелся бы без, естественно, вот того фонда книг, да, который представляет собой литературный процесс, да, и из этого фонда составлена Нобелевская библиотека. Сегодня, собственно, Нобелевский институт с ней, по сути, с лиц, да, то есть Нобелевская премия, Нобелевская библиотека, которая, собственно, находится сегодня в здании Шведской академии, да, включает огромное количество томов, в том числе и какие-то раритеты, да, с автографами писателей, коллекции, которые они сами пожертвовали Нобелевскому комитету и так далее, и так далее. То есть, так или иначе, без вот этих двух инстанций было бы, наверное, сложно представить себе процесс отбора лауреата. И, наконец, финальной вот такой вот стадии, на которой принимается окончательное решение, кто же конкретно в этот год станет лауреатом Нобелевской премии по литературе, является сама Шведская академия уже в полном своем составе. В нее входит 18 человек, да, то есть и те пять человек, которые входят в состав Нобелевского комитета, тоже участвуют в этом финальном заседании, и оно определяет, кто же, собственно, достоин того, чтобы стать лауреатом. Теперь давайте немножко подробнее разберемся с этими категориями, те, кто имеет право, ну, судей, давайте так их условно назовем. Ну, во-первых, номинаторы. Кто, соответственно, имеет право номинировать на Нобелевскую премию по литературе? Не влезла часть вопроса. То есть номинировать на Нобелевскую премию по литературе имеют право, во-первых, члены Шведской академии, а также других академий, институтов и общества, аналогичных Шведской академий по установленным целям. То есть это Академии языка и литературы других стран. Ну, например, в первую очередь Французская академия. Сама Шведская академия была создана по ее образу и подобию, себя воспринимала как своеобразный филиал Французской академии, которую это дочерняя организация. И подобные организации в других странах, Итальянская академия, например, там Немецкая академия, различные академии с несколько как и другим профилям, например, Академия языка и искусств в том же Стокгольме, соответственно, другое учреждение тоже имеет право номинировать, ну и так далее. Вторая категория – это университетские профессора литературы и языка, то есть, собственно, литературоведы, специалисты, то есть те, кто имеет некий вес, именно как ученые, разбирающиеся в вопросах литературы. В-третьих, это нобелевские лауреаты прошлых лет, причем, попрошу заметить, это не обязательно лауреаты премии по литературе, то есть, допустим, если я являюсь нобелевским лауреатом по химии, я могу номинировать писателя, почему бы нет. И еще, соответственно, одна категория – это руководители и члены писательских организаций, то есть различных пэн-клубов, международных организаций или национальных организаций писателей, писательских союзов и так далее. Понятно, что круг этих организаций ограничен, и, например, когда меняется, скажем, государственный строй, рушится инфраструктура, то, понятное дело, что может так оказаться, что в стране просто некому будет номинировать на Нобелевскую премию. То есть, так, например, произошло в Советской России, то есть, когда в 1917 году произошла революция, понятно, что многие из этих учреждений, соответственно, тех людей, которые могли номинировать на Нобелевскую премию по литературе, просто оказались для Советского Союза недоступны. И есть еще один нюанс. То есть, номинатор может выступить только тот человек, которому шведская академия прислала специальный запрос, то есть, такую специальную открытку, грубо говоря, где там изложена прямо просьба, то есть, просьба номинировать какого-нибудь писателя на Нобелевскую премию по литературе. Если вам эта открытка не пришла, а вы, например, являетесь, скажем, лауреатом премии по химии и очень хотите номинировать какого-то писателя, то в этот год вы не сможете это сделать. То есть, можете пожаловаться, не знаю, в Почту России или еще куда-то, но сделать этого вы не сможете. И ежегодно, конечно же, шведы очень добросовестные, стараются никого не забыть. Ежегодно они рассылают порядка 5000 таких открытий, попрошу заметить, по всему миру. То есть, по всей организации, которые, как они считают, входят вот в этот список. И обратно получают порядка 200-300 ответов. То есть, в принципе, получается, что где-то 200-300 номинаций приходят в адрес шведской академии ежегодно. Дальше. Что собой представляет Нобелевский комитет сегодня? Я сказал, что Нобелевский комитет – это 5 членов шведской академии, которые, собственно, принимают самую неблагодарную часть работы. Они формируют лонглист премии. То есть, из вот этих 200-300 номинаций, каждый год, которые приходят, они отбирают примерно 15-20 сначала входящих в лонглист. Потом из них отсеиваются еще 5. Формируется такой шорт-лист Нобелевской премии по литературе. И уже вот этот шорт-лист предлагается на заседание всей академии. И, собственно, из этого шорт-листа академия уже выбирает одного. Кто входит в Нобелевский комитет сегодня? Это Пер Вестбер, авторитетный писатель, доктор наук, литературовед, председатель Нобелевского комитета сегодня. Именно он вручал, как представитель Нобелевского комитета, премию по литературе Светлане Алексеевич, которую получил ее в 2015 году. Это Чель Эксмак, доктор наук, профессор, писатель. Попрошу, кстати, заметить один из наиболее авторитетных ученых, занимающихся историей самой Нобелевской премии по литературе. У него есть несколько монографий, посвященных Нобелевской премии по литературе, которые открывают всякие закулисные секреты. Кристина Лун – это драматург, писатель, достаточно известный в Швеции. Андерс Олдсон – профессор, писатель, то есть человек, тоже имеющий непосредственное отношение к литературе. И, наконец, Хоррес Эйндаль – историк, профессор, тоже писатель, публицист. И в прошлом секретарь Академии. То есть некоторое время назад он занимал пост секретаря Академии. В момент первого присуждения премии по литературе должность председателя Нобелевского комитета и секретаря Академии совмещал вот тот самый Карл Давид Оферсен. То есть он был представлен один в двух ипостасе. Но поскольку он принял очень много несправедливых решений, очень много лоббировал те решения, которые, как ему казалось, были справедливыми, а потом вызывали массу нареканий, после его смерти, когда пришел, соответственно, к власти в Шведской Академии другой, секретарь Эрик Карлфельд, было решено развести эти две должности. И сегодня должность председателя Нобелевского комитета и секретаря Шведской Академии занимает разуме. Ну и, собственно, о самой Шведской Академии. Что это за учреждение такое, которое ввечает Нобелевские премии по литературе? Шведская Академия была основана в конце XVIII века, в 1786 году, по королевскому указу Густава III, такого короля-просветителя, просвещенного монарха, каким он себя считал, с целью развития языка и литературы, с целью совершенствования языка, его сохранения языковых запасов и так далее. И девиз в Шведской Академии, сформулированный тогда, сохраняется сейчас, пишется везде на ее эмбленах, «Слиноксмаг», «Таланты стиль», то есть, в первую очередь, сформировательники правила хорошего вкуса и соответствует им всегда. Шведская Академия, как вы понимаете, занимается не только присуждением Нобелевских премий, а на самом деле ее работа достаточно сложная и включает в себя массу всего. Во-первых, она выпускает академические слова от шведского языка, который постоянно обновляется, выпускает академические грамматики шведского языка, выпускает различные труды по истории шведской литературы, скандинавских литературного томные академические труды, комментированные академические издания скандинавских писателей и не только, различных переводов на шведский язык, авторитетных писателей других стран с этими академическими студиями, различными предисловиями и так далее. Она присуждает порядка 50 различных премий в самой разной сфере. Самая известная из них, помимо Нобелевской премии, это большая премия шведской академии, Svenska Akademians Tura Pryssa, она называется, и она существовала до Нобелевской, как вы понимаете, и продолжает существовать и сегодня. В состав шведской академии входят 18 членов, их почти называют Deaterton, 18, или 18-й рок. Но избираются они пожизненно. Чаще всего, конечно, уже из людей достаточно преклонного возраста, которые зарекомендовали себя в области словесности, соответственно, и на сегодняшний момент. Но раньше в состав шведской академии входили люди, которые не имели никакого отношения к изящей словесности зачастую. Изначально, по указу самого короля, в состав академии должны были входить три категории граждан. Это хэрор, дворяне, то есть люди, которые, по мнению короля, представляют, так скажем, сливки общества, то есть бароны, графы и так далее, представляющие аристократию в Швеции. Также представители правительства, церковные деятели, естественно, архиебископы, епископы и так далее. Затем это лерды, ученые. В первую очередь, конечно, ученые гуманитарной направленности, историки, лингвисты, среди вещественных шведских академий было очень много лингвистов, и сейчас они составляют достаточно большой процент, востоковеды, археологи и так далее. И, наконец, третья категория, шеннольтераро форфаторы. То есть, представители изящной литературы, билетристы, писатели, которые тогда были в меньшинстве, попрошу заметить, и составляли достаточно очень небольшой процент в то время, когда была учреждена Нобелевская премия по литературе. Сегодня категории господ в шведской академии практически нет, то есть людей, которые не имеют отношения к гуманитарной сфере, там практически нет. То есть дипломатов, церковных деятелей, представителей шведской аристократии и так далее. А вот что касается ученых и писателей, то их соотношение примерно такое. Писатели составляют две трети, ученые теперь в меньшинстве. То есть, можно сказать, справедливо взяла свое. То есть в процессе более чем столетнего существования Нобелевская премия по литературе изменила шведскую академию. Мало того, что она изменила ее состав, она еще и изменила ее, так скажем, с точки зрения определенной демократичности. Дело в том, что в составе шведской академии не было женщин. Не было женщин изначально, и на момент присуждения Нобелевской премии их и не предполагалось. И первая женщина в составе шведской академии появилась в 1914 году. Это Сельма Лагерна. В 1909 она была удостоена Нобелевской премии по литературе, первая женщина-писательница в мире. И в 1914 она была избрана в состав шведской академии. Сегодня, соответственно, в шведской академии женщины присутствуют, и более того, председателем шведской академии впервые за всю ее историю в прошлом году, в 2015 году, стала женщина Сара Диарус. Сегодня она является секретарем шведской академии. Что касается, собственно, самого состава, то это люди уважаемые, почтенные, хотя в их адрес тоже раздавались нередко упреки, в том плане, что это консерваторы, что это люди таких очень костных каких-то взглядов, то есть такие старики, которые живут прошлым и мало какое отношение имеют к современному литературному процессу. Но, как любая академия, она, собственно, это само учреждение является достаточно инертным и достаточно трудноизменяемым институтом. Хотя, как я уже сказал, этот процесс был запущен, и он действует и сейчас. Академия демократизируется, она значительно меняется. И что касается, конечно, самой академии, она значительно расширяет круг ее возможностей, и Нобелевская библиотека, которая постоянно пополняется. Сегодня, собственно, представители шведской академии свободно говорят и владеют 13 языками, то есть они могут обойтись без переводчиков в 13 языках. Там, где нужны переводчики, привлекаются как раз эксперты из Нобелевского института, и они пополняют коллекцию Нобелевской библиотеки за счет всевозможных непереводных изданий, переводных в том числе. Теперь, что касается, собственно, развития формата Нобелевской премии. Каков же ее формат? То есть как он изменялся с течением премии? Здесь можно выделить определенные периоды в развитии Нобелевского формата, которые связаны с личностью того или иного постоянного секретаря шведской академии. Первый период в истории шведской академии и Нобелевской премии по литературе, когда они пересеклись вместе. Это период так называемого высокого идеализма. Это годы секретарства Карла Давида Аферсена, 1901-1912 года, когда он занимал пост. Это время очень спорное. Это время остановления Нобелевской премии. Время, которое, конечно, характеризуется достаточно такими противоречивыми решениями, различными какими-то скандалами и так далее. Собственно, второй период – это период нейтралитета. К власти приходит Эри Карнфельд, как постоянный секретарь. И, собственно, на период его секретарства падает очень непростое время Первой мировой войны. В это время Нобелевский комитет принимает решение давать премии в первую очередь писателям, занимающим нейтральное положение на политической карте, представителям нейтральных стран. Затем, соответственно, приходит на смену период высокого стиля, когда война заканчивается, появляется возможность, соответственно, действительно давать премию представителям с точки зрения Академии высокой словесности, и критерий становится более литературным. Период всеобщего интереса, так называемый, то есть стремление включить в как можно большее количество национальных литератур, которые выпали вообще из области внимания, хотя это, конечно, было еще невозможно в то время. Но именно в период правления Пэра Хайлстрома появляются первые американские писатели в Нобелевском списке, соответственно, и так далее. Самый такой, пожалуй, демократичный, авангардный период был во времена секретариата Андерса Эстерлинга, когда начали поощряться писатели-модернисты, пионеры в своей области, Сэмюэль Беккетт, Уильям Фолкнер, соответственно, и так далее. Собственно, затем приходит ему на смену период прагматического интереса в годы правления Карла Равнера-Гирова. Это время, когда Нобелевскую премию стараются давать выдающимся, но, может быть, малоизвестным писателям, которые действительно являются значимыми в своей какой-то области, то есть, например, в области новеллы, скажем, или в области современной драмы и так далее. Собственно, сегодня мы имеем дело с периодом так называемого интернационализма, когда премия стремится преодолеть пресловутый европоцентризм и вручать награду представителям других национальных литератур, в том числе неевропейских, хотя это движение, еще раз повторяю, только-только начинается, и оно, тем не менее, развивается достаточно успешно. То есть, вот за последние 20-30 лет Нобелевский список пополнили лауреаты из Азии, из Африки, соответственно, и из Латинской Америки, и их становится чем дальше, тем больше. Ну, я так понимаю, что с хронометражом у меня опять проблема определенная, буквально пару слов скажу о порядке присуждения Нобелевской премии, о Нобелевском годе. То есть, как это, собственно, происходит? В сентябре рассылаются вот те самые открытки, в феврале дедлайн по номинациям открытки должны вернуться, если хотя бы на один день там есть четко установленная дата, соответственно, в этом году это было, соответственно, 31 февраля, да, то есть января. Если позже этой даты приходит открытка, она уже не рассматривается, кандидатура переносится на следующий год. В апреле, в мае, соответственно, примерно составляется вот тот самый лонг-лист, да, и из него постепенно формируется шорт-лист Нобелевской премии с пяти кандидатов. Да, в июне-августе члены Шведской Академии на каникулах имеют возможность почитать творчество вот этих пяти кандидатов. И, наконец, в сентябре, в процессе каждонедельных встреч, конференций, Нобелевская Академия, Шведская Академия, извините, Нобелевский комитет выбирает одного единственного представителя. В октябре, чаще всего в четверг на Нобелевской неделе, оглашается лауреат Нобелевской премии по литературе. Да, и 10 декабря, в день смерти Нобеля, соответственно, состоится торжественное вручение. Сама торжественная церемония происходит в концертном зале в Стокгольме. А, собственно, затем состоится банкет вечером в Королевской ратуши, в Голубом зале городской ратуши, где накрывается стол на тысячу с лишним человеком. И, собственно, торжества происходят с достаточно большой такой компой, естественно, в присутствии короля и королевского семейства. Ну и буквально пару слов, может быть, о награде на этом закончились. Что отвечу на вопрос, если будет возможность. Нобелевская премия самая богатая премия из литературных наград. Соответственно, самая весомая в финансовом плане. Хотя сумма ее меняется в зависимости от курса валют, как это понятно. В 1901 году, например, премия составляла 150 782 шведских кроны. Но в пересчете на сегодняшний курс, это было бы приблизительно 8 миллионов. То есть столько же, собственно, премия составляет и сейчас. То есть, получается, в 1901 году нобелевский лауреат мог получить примерно столько же, сколько современный лауреат. Но были моменты, когда премия была значительно меньше при конвертации в современную валюту. То есть, например, в 1919 году, в пересчете на современные деньги, всего 2 миллиона 269 498 тысяч шведских крон. А самое крупное вознаграждение, наоборот, было в 2001 году. 11 миллионов 737 тысяч 705 крон. То есть на порядок больше, чем сегодня. Помимо денег, лауреат получает золотую нобелевскую медаль, с которой он волен распорядиться, как ему сблагорассудится. В частности, Сельма Лагернов, например, продала свою нобелевскую медаль, чтобы выкупить свое наследное поместье Мора Баха. Но впоследствии, соответственно, ей, когда была выдана денежная сумма, она смогла ее выкупить и нобелевскую медаль вернуть. Кнут Гамсу, был такой немножко позорный эпизод в его биографии, подарил свою нобелевскую медаль министру пропаганды Третьего Рейха Йозефу Гейбельсу, например. Ну и так далее. С ней может распорядиться каждый, как почта. Ну и, наконец, нобелевский диплом, где содержится формула присуждения, отмечается, собственно, за что дают премию. И обязательно вторая часть нобелевского диплома, он так разворачивается, содержит иллюстрацию, которую специально на заказ рисуют различные шведские художники, отмечающие какие-то особенности творчества того или иного писателя. Здесь, наверное, не очень хорошо видно. Это нобелевский диплом Светлана Алексеевича. Здесь на вот этой вот части ее диплома изображены, соответственно, точно видно, что женщина кого-то обнимает, то есть кого обнимает, может быть сына, может быть мужа. То есть мы знаем, что в творчестве Светлане Алексеевича звучат вот эти мотивы утраты мужа, утраты сына в результате войны, в результате каких-то катаклизмов и так далее. Вот, ну, наверное, на этом прервемся, поскольку регламент, я так понимаю, поджимает. И если будут какие-то вопросы, я на них охотно отвечу, если есть какая-то возможность. Да, я хочу поаплодировать. У меня один вопрос. А вот Сартер, он считается лауреатом на Делевской премии? Жан Курсартер является лауреатом Нобелевской премии именно как писатель, естественно. То есть в первую очередь как романиста поощрили его этой наградой за роман «Тошнота» и не только за роман «Дороги свободы» и тому подобное. Но вот в той части презентации, которую я не успел озвучить, в числе нобелевских лауреатов есть не писатели, то есть люди, которым уж точно можно придраться. То есть там есть, например, философы Бертран Рассел, Андрей Бергсон, есть знаменитый политик Уинстон Черчилль. Но при этом у Нобелевского комитета есть такое самооправдание. То есть мы им вручаем как людям, которые имеют отношение к словесности, потому что они оформляют свое умозаключение в виде какого-то письменного текста, в виде монографии, в виде эссе, в виде каких-то книг соответственно и так далее. Вот мы поощряем их литературные таланты не только в узком смысле художественной литературы, но гораздо шире. То есть под литературой они понимают в том числе и словесность научную и так далее. Ну, Катем, если человек отказался, он Черной считается лауреатом? А вы имеете в виду отказника? Да, конечно. Ну ладно, у вас был вопрос, да? Да, почему он 35 лет? Это сложный вопрос, я пытался найти на него ответы и, собственно, нигде не нашел практически. Ну, скорее всего, там, знаете, какой есть критерий, что если, соответственно, у Нобелевского комитета нет подходящей кандидатуры, она имеет право передавать деньги на следующий год. Я думаю, там, скорее всего, был экономический вопрос, действительно вопрос такой, ну что ли, эстетический, когда Нобелевский комитет из вот того отобранного списка не смог прийти к консенсусу. То есть там, возможно, были какие-то свои вот эти вот подводные течения, связанные с разладом внутри академии. Не удалось прийти к людям. Так, давайте, ну, вот сначала, потом. Такой у меня вопрос. Подвергается ли решение Нобелевского комитета по ревизии? Ну, например, шоу-то. Нет, ревизии, конечно, никакой невозможно, я скажу почему. Потому что, как вы знаете, все решения Нобелевского комитета хранятся в секрете в течение 50 лет. То есть они становятся обнародованы тогда, когда уже ничего отхватить нельзя. То есть ты уже самого лауреата нет в живых, да, и те, кто его присуждал, соответственно, премию лауреата нет в живых. И сделано это как раз специально, чтобы этой ревизии не было, да. Поэтому шведская академия строго хранит свои секреты. И несмотря на то, что у нас периодически появляются разные сведения, что вот этот номинируется, тот номинируется, до конца мы этого не сможем узнать, пока не пройдет 50 лет. И, конечно, появляются разные, там, придирки в адрес шведской академии, но сделать уже ничего нельзя. То есть несправедливости в решении многие академики, конечно, согласны, говорят, да, были ошибки, были просчеты, но как все люди, собственно, на всем словском совершать ошибки. Ну, здесь еще, видите, есть такой отложенный эффект. Да, вот я не сказал о том, что редко с момента первой номинации писатель становится лауреатом. То есть когда мы смотрим, собственно, на обхивы уже обнародованных данных по Нобелевской премии по литературе, мы знаем, что писатель может годами номинироваться, прежде чем он получит свою премию. То есть, может быть, умертая эко уже номинируют там десятки раз разные люди, и вполне вероятно, что когда-нибудь выстрелят. А может, они выстрелят, например, Поля Валерии номинировали несколько десятков раз, но он так и не получил свою Нобелевскую премию. Как звезды здесь должны сойтись, это сложный вопрос, но мне кажется, он связан с несколькими вещами. То есть, во-первых, с тем, что мы не должны подходить, вот как раз с чего я начал. Я хотел потом в конце презентации вернуться к этому вопросу, является ли Нобелевская премия по литературе литературной премией. Вот с моей сугубой точки зрения, сугубо личной, она не является Нобелевской литературной премией в таком достаточно строгом ее смысле. Почему? Потому что, во-первых, взглянем на формулировку самого Альфреда Нобеля. То есть, должны приветствоваться какие-то достижения, которые прям перевернули человечество. То есть, мы выходим за пределы литературы, за ее эстетические критерии, тоже экстралитературные факторы в том числе и так далее. Это во-первых. Во-вторых, естественно, собственно, сам Нобель включал ее в состав вот этих пяти премий, по аналогии с премией по физике, химии и так далее, где другие критерии. И, соответственно, к литературе проявляется требование нового порядка. То есть, она должна отвечать, не знаю, за гуманизм, за нравственность, за порядок вообще вещей в мире и так далее, и так далее. Это возлагается написать. В-третьих, естественно, шведская академия – это институт, который не может представлять литературный процесс на 100%. Почему? Потому что я еще раз обращаю ваше внимание. Там нет представителей книгоиздательской отрасли, книготаговых сетей, нет людей, которые отвечают за книжный маркетинг, скажем, да. Там очень много людей, которые опоследованно имеют отношение к литературе, да, скажем, ученые-археологи, там, соответственно, историки и так далее, и так далее. Но они формируют некую гуманистическую модель, которая с их точки зрения вписывается как раз в букву самого Альфреда Нобеля. И, быть может, с их точки зрения постмодернизм, да, который представляет собой Авангарта Эка и его поэтика, не вписывается в представление, там, не знаю, об идеальном, хотя этот критерий сейчас не звучит, да. Но, может быть, по-прежнему вот это версеновское требование, оно действует, да. И Нобельский комитет опасается каких-то вот исключительно авангардистских течений, да. То есть период пионеров прошел, и сегодня, может быть, комитет пытается прийти к каким-то более маргинальным решениям, да. Вернее, не маргинальным, а магистральным, извините. Или, наоборот, поощряет писателей, которые в первую очередь замениты своим, там, не знаю, каким-нибудь экзотическим цветом кожи, да. В 2000 году Нобельскую премию получил, например, в виде отфаза Руэпансат Найпл, да, то есть очень такая спорная кандидатура. И есть версия о том, что он получил ее именно за то, что он индиец, выросший на Тринидаде, живущий, соответственно, в Британской империи, пишущий, живущий в Британии, соответственно, пишущий в лучших традициях Британской империи, соответственно, таким вот строгим языком Диккенса, там, Вилки Коллинза и так далее, и так далее, да. И пишущий в то же время о проблемах современного мигранта, да, например, в своей книге «Полу жизнь» он рассказывает как раз о судьбе человека, лишенного родина, да. Он будет вот таким писателем, чтобы он получил, например, по литературе. Ладно, и здесь есть еще вопрос, ну, последний маленький, а известно, сколько вот 8 миллионов в евро или в долларах в шведских фронтах? Около миллиона долларов приблизительно, чуть поменьше, ну, почти, примерно, где-то 800 тысяч, вот с чем-то. Ну, да, сейчас. Ладно, давайте поблагодарим Александра Кузьминова. Спасибо. 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 Спасибо.